Привет! Такие кадры можно снять только очень маленькой камерой. И такая камера сегодня у нас на обзоре. Она находится на самом краю провода и может проникнуть в самые недоступные места. На конце имеется светодиод, чтобы подсвечивать темные места, а также обладает влагозащитой. Это устройство называется эндоскоп. Его используют для просмотра в труднодоступных мест, таких как двигатель автомобиля, канализационные трубы, дымоход, закрытые облицовочные материалом ванны, в общем туда, куда человеческому взору не проникнуть. Приходит все с сайта Алиэкспресс, упаковано в белый кулек и вот в такой вот прозрачный. В комплекте идет инструкция, дополнительные аксессуары и сам эндоскоп. Его длина 1 метр, но есть в продаже также двухметровый. Диаметр головки камеры 7 миллиметров. Внутри отчетливо видно 6 светодиодов. Эндоскоп подключается с помощью microUSB, но есть переходник под USB и под USB Type-C, чтобы можно было подключить не только к смартфону, но и к компьютеру. Также имеется небольшой блок управления, на котором находится регулировка яркости, а также кнопка спуска фото и видео. Чтобы быстро разобраться, в инструкции все детально расписано на английском языке, а также указано с помощью QR-кода, где можно скачать приложение для смартфона. Данная инструкция универсальна, поэтому характеристики указали общее для всех устройств, а также указали, как правильно пользоваться аксессуарами из комплекта. Мобильное приложение называется USB камера. Если устройство не подключено, то после запуска приложения у нас просто черный экран и значки для управления. Осталось подключить к смартфону и вуаля, изображение на экране. Отчетливое изображение видно на расстоянии от 3 до 8 сантиметров. Если более 8 сантиметров, то изображение будет нечетким. Разрешение съемки записи 640 на 480. На этих кадрах вы видите то, как проходила съемка в начале видео. В небольшую трубу диаметром 2,5 сантиметра данный эндоскоп с легкостью проникает. Можно регулировать яркость и увидеть все, что происходит внутри. Какую-то поломку или может быть вы что-то потеряли. Теперь расскажу, что это за аксессуары. На металлической проволоке находится крючок и магнит. Магнит с легкостью подхватывает какую-то утерянную запчасть, чтобы ее достать. Ну а крючком можно подцепить и вытянуть. Чтобы закрепить их имеется вот такое специальное кольцо, которое одевается на камеру. И есть еще один аксессуар. Это зеркало для бокового просмотра. Благодаря ему можно увидеть там, где даже камера не может нормально пролезть. У нас во дворе растет большой цветок, в центре которого находится еще не распустившийся листок. Сверху до самого низа он сужается, и я решил попробовать проникнуть туда и увидеть, как там все выглядит внутри. Сразу так и не заметишь, но опустившись на самое дно, можно увидеть, что здесь целое озеро. А вот еще один пример. Перед вами монтажное отверстие в металлопластиковой двери. А это уличный кран. Для кого-то данный гаджет будет незаменимой находкой. Ссылка есть в описании. Ставьте лайк за труды, до встречи в новых видеопроектах. Вы на канале Зе Грачики Обзоры.